В 18 веке начался новый этап в истории государственности Азербайджана. Результатом объективного исторического процесса на исторической арене появились новые субъекты международного права ханства, обладавшие своими атрибутами государственности, знаменами. Одной из актуальных задач современной истории в период изучения ее государственности, возрождения традиций, является усиление патриотизма, изучение исторических символов, традиций госатрибутики и символов власти. Об аспектах азербайджанской историографии мы поговорим сегодня с гостем нашей студии, доктором философии по истории, специалистом по вексилологии Первином Геозаловым. Здравствуйте, Первин, рады вас видеть. Вы выступили на международном симпозиуме в Государственном Эрмитаже. Очень интересно, с какой темой вы участвовали там? Тема моего доклада являлась «Знамена Ереванского и также Нахчеванского ханства». Знамена Ереванского ханства были взяты трофеями во время оккупации ханства в 1827 году. Они являлись наглядными доказательствами традиции государственности в ханстве. Также они показывали, что ханстве были правителем потомственного азербайджанства, у которых была своя госатрибутика, также символ власти самих ханов. Эти атрибуты были указаны в рапортах императора во время оккупации ханства. Далее они были представлены в 1888 году в Кавказском военнослужащем музее в Тифлисии. И далее в 1924 году были переданы в Азербайджан как «История государственности». Но, к сожалению, в Советском году они представлялись как трофеи царской армии, но лишь в 2007 году они представлены лишь как государственную атрибутику азербайджанских ханств. Далее на симпозиуме было представлено знамя Нахчеванского ханства, которое ввезено в научный оборот в 2015 году с моей стороны. Изображение этого знамя находилось в фотоальбоме, хранящемся в государственном эрмитаже. И на данном симпозиуме это знамя было представлено как союзный флаг Нахчеванского ханства, Саббас Мирзой. И также об этом знамении была информация в рапортах императору, что во время битвы при Асландузе, состоящейся между русской и персидской стороной, 19-20 октября, участвовал сын Кер-Валай-хана, шейх Алибек, который попал в плен. И также одно из трех трофейных знамен Асландузской битвы принадлежало Нахчеванскому ханству. А вот мы знаем, вот ваша книга «Знамена азербайджанских ханств» как источник по изучению истории государственности. Она посвящена одному из неизученных аспектов азербайджанской историографии. Это ваш первый научный труд вообще в нашей республике. И какую новизну вы внесли в историографию Азербайджанам? В книге, о которой говорите, впервые был введен научный оборот исторические знамена азербайджанских ханств как источник по изучению истории государственности. А также была изучена впервые наука о изучении знамен, называя это вексилология. Помимо этого, в наших азербайджанских ханских знаменах имеются изображения, геральдические символы, а также надписи. И наука, которая занимается изучением символов на знаменах, является геральдика. И также было изложено геральдическое значение всех символов на азербайджанских знаменах. А также был поднят вопрос о изучении тех атрибутов государственности ханских знаменах, которые хранятся в зарубежных музеях. Два знамени нахчебанского ханства были обнаружены в фонду артиллерийского музея, военно-истореческого музея. Одно знамя, о котором говорилось выше, это союзный флаг с изображением солнца и льва. Да. Само знамя, так как он хранился в несоответственных условиях, был утрачен, он испортился, но сохранился рисунок и архивные материалы, что при битве при Астандуте было в 103 трофейных знамени. Одно из них являлось союзным флагом шейха Алюбека, сына Кербалай-хана Нахчеванского. А вот чему свидетельствует вот такого рода находка? Изучение исторических флагов, в данном случае знамена Нахчеванского ханства, говорят, что в Нахчеване в спокон веков правителем являлись наследственные азербайджанские рода. Нахчеванские ханы, которые были потомственны азербайджанцами. И помимо всего, у них являлись свои государственные атрибуты, которые являлись символом их власти и правления в Нахчеванском ханстве. И никаких других родов или других наций при правлении ханства не участвовало. То есть, эта находка доказывает... Находка доказывает, что ханство являлось азербайджанским ханством. Одно знамя, на котором есть исламская символика, шиитская символика, обозначает, что население Нахчеванского хана были шииты и мусульмане. А также там использована традиционная символика с монумента XII века Меминахатун. Также он использовался как традиции культуры ханства. Они использовали на знамени. Помимо этого, на знамени имеется изречение из Корана. Также свидетельствует, что исламская принадлежность всего населения. И они данные атрибуты использовали на символе государственной власти. А вот о каких свидетельствах принадлежности Ереванского ханства Азербайджану вы можете нам рассказать? При оккупации ханства в 1827 году, 1 октября, ханство было взято трофейные знамена. Четыре знамена было взято как трофея, которые указаны в рапортах генерала Пасковича императору. Так как правителем Ереванского ханства являются потомственные азербайджанские правители, и вся атрибутика символикой принадлежала азербайджанцам, азербайджанским правителям. И во время оккупации ханства во всех официальных рапортах, отчетах указываются имена азербайджанских правителей Гусейн Гулухана, а также других правителей азербайджанских. И там нет никаких имен или каких-то ссылок на имена других наций. В самом случае жили в Ереванском ханстве другие нации, но они никакого отношения к правлению ханства не имели. И они являлись лишь частью населения, и не имеющие никакие права на правление ханства, на управление ханства, ни на экономику не влияя не имели. Но лишь были частью населения. И во всех актах, которые указываются о оккупации, там отмечаются лишь атрибуты, принадлежащие азербайджанским правителям. Спасибо за подробную информацию. Я напоминаю об аспектах азербайджанской историографии. Мы говорили с доктором философии по истории, специалистом по вексилологии Первином Гюзаловым.